Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо, мы благодарны за любую помощь. Ну, сейчас мы, как обычно, раз в неделю беседуем с нашим коллегой, политологом Кириллом Задовым, Руэсэй Радио США, город Нью-Йорк. Привет, Кирилл, привет, кошка, я все время забываю, как его зовут. Привет, Марфа. Марфа, господи, такое редкое имя такое, чисто американское такое, да? Как положено, но она похожа на Марфу. Да, конечно, конечно, в общем-то, похожа. Хорошо, слушай, ну мы, как обычно, в общем-то, с тобой делаем обзор, как бы за неделю, то, что там происходило, там прежде всего, конечно, Соединенные Штаты, но я хотел бы все-таки вот буквально два слова, твое мнение о террористическом акте в Крокусе в Москве, вот эти вот версии ИГИЛ, не ИГИЛ, что говорят у вас? Нет, что думаешь ты? Я не знаю, я тебя спрашиваю. ИГИЛ взял на себя ответственность. Кирилл, что за еврейская привычка отвечать вопросом на вопрос? Это было риторические вопросы. Риторический еврейский ответ на вопрос, так, хорошо. Да, риторический. Значит, если ИГИЛ берет на себя ответственность, он берет на себя ответственность, обычно они же не... Не шутят. Они серьезные ребята, это Валаят Карасан, который полуафганистана держит в ужасе. Это не шуточная структура. И в голове, кстати, если не ошибаюсь, Валаят Карасан как раз стоит Таджин. Так что я... С этим проблем нет. Проблемы начинаются, когда для того, чтобы доехать от Москвы до того места, где их схватили в машине, нужно, ну, как минимум, вертолетом пользоваться за это время, за которое их схватили. Даже Форму-1 не может такую исполнить штуку. Исходя из просто расстояния, тупо смотря на расстояние... Не расстояние, а пробок, которые в этот момент присутствуют. Да, 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 и расстояние тоже. И вообще как бы странно. То есть вопросы как бы непосредственно к участникам задержан. Это другой момент. Ну, судя по их внешнему виду, они, в общем-то, готовы были сознаться в убийстве Кеннеди. Плюс еще и полмиллиона рублей, которая очень смешная вещь, которая, в принципе, для ИГИЛа вообще как бы не характерная. То есть тут уже тогда явно появляется как бы украинская тема, которую из-за того, что из-за конъюнктуры, конечно, выгодно протаскивать. Это на самом деле явно совершенно, что это где мухи, где котлеты надо разделять. Это ИГИЛ. У ИГИЛа к России свои собственные претензии. Счет этим претензиям, в принципе, с 79-го, грубо говоря, начинаю. Поэтому я сейчас очень грубо, конечно, это сказал. ИГИЛ, как мы знаем, появился там в 14-м году, в 13-м до этого там. Ну, Аль-Каида как бы, из которой он... Аль-Каида Ирака, из которой он родился, в принципе. Поэтому, как бы, счет там очень большой. Поэтому тут никаких других версий не надо. Не-не-не, позвольте, позвольте. Самая главная другая версия. Подожди, неважно какая. Я же сказал, официальная версия меня не интересует. Не, я не про официальную. Теперь смотри. Я про глаз народа. Академия. Да почему главная? Академия так подходит к вопросу. Теория очень просто подходит. Экспертное сообщество, профессиональное. Когда возникает ситуация, есть очень много разных версий, то работает самая простая. Почему упал самолет с Пригожиным, его сбила ракета. Все. И все как бы. А вот почему она сбила, это уже другой вопрос. Это другой вопрос, да. Что это было? Это была атака исламского государства. Все. Самое простое, как в Талмуде есть такой принцип, ты не можешь большой душ выучить, большую вещь. Ты должен выучивать понемножку из того, что у тебя есть что-то чуть-чуть новенькое. Слишком сильно новенькое, ты не можешь выучить. Как только начинает слишком сильно новенькое, это не работает. Это атака исламского государства. Все остальное только... Ну, все. Не, ну тут есть еще, ты самую главную версию забыл, что это евреи, поскольку это было в Пурим. И они наняли исламское государство. Ты что? Вместо того, чтобы... Самое главное... Самое главное... То есть евреи... Секунду, секунду. То есть русские, российские евреи, в принципе, да. Вместо того, чтобы спокойно наслаждаться великим праздником, веселиться, пить, гулять, устраивать массовые мероприятия с запоем, как положено. Вместо этого они пошли, значит, на совершение, на организацию. Нет, нет, они наняли, 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 наняли. Чтобы отменился праздник. Да, да, да. Чтобы от ИГИЛ наняли евреи. Чтобы отменился праздник. Все, давай к делу давай. Так, хорошо. Давай теперь к более неприятным вещам. Соединенные Штаты Америки, администрация Байдена совершила то, что, в принципе, мы давно ожидали в Израиле, а именно не применила право вета во время голосования в Совете Безопасности, резолюции, которая требует немедленного прекращения огня в Газе. Причем понятно, что это обращено, прежде всего, к Израилю, потому что к Хамасу можно обращаться сколько угодно. Им на это глубоко и, так сказать, разнообразно плевать. Так вот, что это при этом? Американцы говорят, что не было никакого изменения, так сказать, позиции Соединенных Штатов. То есть, мы ничего не поменяли, мы просто сначала предложили свою резолюцию, и на нее наложили вета русские и китайцы. Мы сказали, ну тогда ладно, предлагайте свою, а мы воздержимся. То есть, мы люди сдержанные, мы воздержимся. Что происходит? Это просто такая биби, такой подзатыльник, да. Ну, не более того, не более того. Потому что, смотрите, все равно в этой резолюции написано, что всевозможники должны быть, безусловно, освобождены. И даже если... Три раза х, извините. И да, подожди секунду. Но даже если одно с другим там типа не связано, как-то никакого говорит, так как оно в одном тексте рядом написано, значит оно да, связано. И если Израиль продолжает там бомбить и совершать определенные акты, то и Хамас не отпускает же заложников, правильно? То есть, обе стороны нарушают резолюцию без ООН. И в ситуации, когда обе стороны нарушают резолюцию без ООН, а дальше не прописан в этой резолюции механизм enforcing, да, то есть каким образом обеспечить исполнение этой резолюции. И, соответственно, и дальнейший, теперь следующий этап, да, это обсуждение, как наказать тех, кто нарушает. Теперь, так как Израиль не остановился, прекращение огня же не работает, его же нет. И Израиль продолжает делать то, что он делает. И Хамас продолжает делать то, что он делает тоже. Обстреливает, задерживает, заложники находятся, продолжают быть в плену. И все разговоры я слышал при старых Хамаса, который рассказал тут всем, что на самом деле Израиль сорвал переговоры по обмену заложников на террористов, да. Это для Хамаса они заключенные узники войны, а в принципе для всего мира они же террористы. И кто сказал, что заложников мирных, жителей, которых вы захватили, Израиль должен обменовать на убийцу, у которых кровь на руках. Что вдруг, как говорится, мапитом, как у вас в Израиле говорят, раз так. Не просто убийца кровь на руках, а те, которые осуждены судом. Конечно, конечно. И имели право на... Поэтому они и убийцы, потому что суд признал их виновными. Все понятно. Зачем нам повторяться? И так понятно. Суд их признал. Они сидят, отбывают пожизненные сроки. Там Марлан Баргуте пять сроков отбывает пожизненных. Пусть он четыре раза умрет, а на пятый раз мы подумаем. И как бы получается, что это как бы Израиль типа обязан делать. Это не совсем так. Израиль ничего никому не обязан. Это, опять же, на мой взгляд, глупость и слабость последовательных правительств. Идти на переговоры с террористами и менять заложников на осужденных террористов. Это порочный путь. Но это мое мнение. Получить никого не волнует. С другой стороны, в резолюции же написано, чтобы сделка была завершена. В резолюции написано отпустить заложников без условий, без всяких, немедленно. Так ведь написано в резолюции. То есть, следующим этапом соберется, чтобы понять и обсудить, как же сделать так, чтобы Израиль исполнил эту резолюцию. И там начнутся, будут предлагаться варианты давления на Израиль. И на Хамас. Тогда одновременно должны быть представлены варианты давления на Хамас. А на Хамас как на них давить? Ну, как-нибудь, не знаю. Это не ко мне. Это вопрос не ко мне сейчас. Кстати, я прошу прощения. Хамас уже ответил на эту резолюцию. И Хамас заявил, что никакого освобождения заложников не будет, пока не кончится война. Все. То есть, они получили то, что хотели. То есть, они прочли так, как они прочли. Они прочли-то, да. Но они ничего не получили. Они должны получить победу, таким образом. А они получат дальнейшую смерть. Так победу они получат, когда на Израиль наедут? Они не получат. Они не получат. Израиль не заставят. Потому что для этого требуется еще одно воздержание США на следующем голосовании. Потому что, чтобы как-то заставить эту резолюцию действовать, чтобы давить на Израиль, требуется другая резолюция. И вот ее-то американцы не должны пропустить. В моем прогнозе. Это то, что означает, что американская политика по отношению к Израилю не изменилась. Потому что, если она не это означает, то тогда эти слова не стоят ничего. Это дипломатическое заявление не наполнено никаким смыслом. Так я это вижу. Теперь. То, что Натани Ягу отменил делегация, которая должна была ехать вчера в Вашингтон, она не поехала. Это он, как объяснил Тиму Скотту, это на самом деле он для Хамаса сделал. Чтобы Хамас понимал, что путем давления на Израиль, международное сообщество, они ничего не добьются. И они приговорены. Поэтому у них есть вариант избежать прям совсем уж такой жесткой смерти. Я буду тебя убивать больно, но быстро. Выбирай, как ты хочешь умереть. У них же все возможности были. Но у них есть вариант, как в Белом Солнце пустыни. Ты как хочешь, сразу ли, чтобы помучиться? Что ответил красноармеец Сухов, лучше, чтобы помучиться. У них всегда есть вариант уехать, как когда-то сделал Арафат из Ливана. Бейрусский вариант, да. Есть вариант. Он хороший вариант для них. Они в итоге должны его принять. Это будет поражение. Так можно. Так можно. Я не очень хотел бы, чтобы так произошло. Я бы хотел, чтобы они все были мертвы. Но так можно. Теперь, если они на это пойдут, да, по ливанскому варианту 83-го года. Это одна история. Но думать, что Израиль их пощадит и не будет делать то, что он делает, потому что у него будет оказываться давление, ошибка, на мой взгляд, с их стороны, потому что для Израиля инстанциальная угроза. И опять же, с теорией мы знаем, что когда государство сталкивается с инстанциальной угрозой, оно идет на инстанциальный рейс, чтобы эту угрозу реагировать. Это обычное дело. Вот и всего. Отлично. Значит, политика не изменилась. Но сам факт принятия этой резолюции означает несколько таких вот серьезных вещей. Во-первых, оставим в покое Соединенные Штаты и обратимся к старушке Европы. Старушка Европы до этого уже там пыхтела, бухтела и так далее. И говорила о том, что они вообще не прочь бы прекратить поставки Израилю оружия. В принципе, они это уже сделали. И Канада уже сделала, кстати, извините. Канада, там и прочее. То есть, Соединенные Штаты, конечно, не пойдут на то, чтобы прекратить поставки. Но есть маленький нюанс. Дело в том, что после 7 октября Соединенные Штаты увеличили поставки Израилю оружия и боеприпасов примерно раз в 10. Относительно того, что они должны по всем своим договорам и прочее. То есть, если они просто сделают, ни в коем случае не прекратят поставку, а просто вернутся к нормальному, так сказать, договорному режиму и будут поставлять, знаете, итальянская запастовка, так называемая, да? Что тогда? Саша, Саша, все возможно. Идет полгода война. Израиль наладил производство боеприпасов уже? Ну, в общем, частично да. То есть, то, что... То есть, идет, идет. Заводы работают в 3-4 смены, те, которые... Уже, да? Да. А новые заводы начали строить? Не думаю, это не делается так быстро, что кто-то деньги должен вложить. Короче, надо, чтобы... Еще надо искать источники поставки боеприпасов. Ты абсолютно прав, это может произойти. А так как следующая война совсем не за горами, вот она как бы. Видим ее очертания примерные, да? Боеприпасов в Франции еще очень-очень много. Вопрос, где их брать? О, вот это у нас была серьезная статья в газете «Гаррес» на эту тему. Это самое главное. На мировом рынке сейчас нет боеприпасов. Ну, конечно, две войны больших, да. Да, это понятно. То есть, с другой стороны, это стимул для того, чтобы сейчас начинать новое производство. Понятно, что на ближайшие лет 20... Стимул был полгода назад. Почему полгода, за полгода заложили фундамент нового завода? Это главный момент. Нет, думаю, что нет. Это халатность при исполнении. Еще одно. Вот как бы это, да. Самый главный вопрос, где взять патроны? Вот это все остальное не играет роль. И вообще, я же говорил, я же говорил у тебя в эфире, по-моему, один раз, да, что Израиль должен быть готов жить в режиме американских санкций. Да, это ты действительно говорил. Скажи, пожалуйста, так вот, если сейчас план Блинкена, то, что не поехала делегация в Соединенные Штаты, это совершенно правильно отметил. Это такой, ну, типа, вот вы сами дураки, а я не пошлю в делегацию. На самом деле, с практической точки зрения, эта делегация абсолютно ничего не решала. Это был такой жест дедушки Байдену, потому что министр обороны до сих пор торчит в Соединенных Штатах. Он должен вернуться то ли сегодня, то ли завтра. И, в принципе, он все уже сказал, кстати. Он все уже давно сказал. Но он главную задачу другую выполняет, Саш. Он исполняет задачу как раз обеспечения военных поставок. Да, но вот ему там, дружески обнимая, сказали, что мы тебя научим, как вообще не надо штурмовать Рафиах, а давай вот все победим Хамас. А что же вы сами это не сделали в раке тогда, если вы можете научить? Ну, наверное, тогда не знали, а теперь знают. Что вдруг, кто их научил за это время? Не так много времени прошло. И больше Америка сидела на таких военных операциях. Ну, кстати, вот у меня вчера в моей программе ваш, так сказать, уважаемый капитан первого ранга в отставке Гарри Юрий Табах. На мой вопрос, а как победить Хамас вообще? Он говорит, так очень просто, говорит, есть только один способ. И для Хамаса, и для ИГИЛа, говорит, мы это всегда делали. Ковром. Два в грудь, одна в бошку. Мы с таким заголовком выпустили эту программу. Два в грудь, одна в бошку. Говорит, все, другого способа нет. Это человек, который всю жизнь занимается проблемами террора. Да, это-то понятно. Ну, миллион четырех. А что, скажи, пожалуйста, а вот этот лагерь в Бушкатифе уже построили? Ты лучше знаешь, чем я. Да, 25 тысяч человек каждый лагерь, 14 лагерей с палатками. Ты знаешь, нет какого-то внятного ответа, так сказать. Его вроде строят, вроде не строят. Биби сказал, что план готов полностью. Нет, план, пожалуйста. План это мы запросто вам сейчас нарисуем. Вопрос, как эти планы исполняются. То есть, насколько я знаю, я еще раз говорю, я... Он не готов еще. Может быть, его и строят, но вот как-то вот готовым... Тогда то, что Биби говорит, что он может начать операцию в Рафахе, это блеф. Конечно. Ну, это нельзя. Конечно. Они же знают, что происходит. Хамас-то на месте понимает, что это блеф тогда. Зачем же давать им такие козыри? Нельзя дать им надежду. Ну, надежду им... Самую большую надежду им дал Совбез, который принял вот эту... Ну, это не надежда для них. Они так праздновали. Они должны понимать, что Израиль не может прогибаться здесь. Если они это не понимают, они вообще не понимают. Они этого не понимают, потому что Израиль, по их мнению, всегда прогибался. Посмотрим. Всегда прогибался. Давайте посмотрим. Ничего тут как бы не... Давайте посмотрим. Хорошо. Теперь такой вопрос. Вот если все-таки Бениамин Атаньягу, что, скорее всего, и произойдет, как говорил Киса Воробьян, Остап Беннер, плюнет слюной, как плевали до эпохи исторического материализма, плюнет и на решение Совбеза, и на мнение уважаемого администрации президента и лично господина Байдена, и начнет эту операцию в Рафеях, и, может быть, даже толком не обеспечив вот этот отток, так сказать, мирного населения. Что тогда? Какие меры могут принять Соединенные Штаты, и как это вообще будет выглядеть с точки зрения наших отношений? Я очень надеюсь, что к моменту, когда Панели пропал, ну, во-первых, я думаю, что до конца Рамадана операция не начнется. Резолюция Совбеза о прекращении огня, она только до 9 апреля. Прекращение огня до конца Рамадана. Так прекращения все равно нет. Неважно, в любом случае оно действует до 9 апреля. Неделя еще есть точно и явно совершенно, что он не планирует начинать за эти две недели. Он не готов, мне кажется. Вот, например, министр Крайя, он не готов. Армия готова, армия уверяет, что готова. Ну, не готова отселение гражданских. Надо отселять гражданских как-то. Значит, у них что-то предусмотрено. Вот, я надеюсь. Значит, если они начнут прямо сейчас, тогда все мои слова можно выбросить в помойку. Но если я прав, то они до конца Рамадана и начнут ее. Из политической точки зрения, мне представляется, что не надо начинать ее до начала, до конца Рамадана. Это было бы политически не очень хорошо, учитывая, опять же, Египет и Орданию, которые и так напряжены. И там то, что начнется кошмар, все и так понимают, что бы ни было сделано. Когда начнется кошмар для них, да, для гражданских, то это не очень хорошо, это Рамаданы. Они там каждый вечер садятся за стол. Это не очень хорошо сейчас делать, на мой взгляд. Вот. Поэтому за это время какой-то удобоваримый вариант для Инны Дленатинягу и для Байдена должен быть найден. Потому что ни тому, ни другому совсем уж рвать отношения и втаптовать друг друга в дерьмо невыгодно. Опасно, контрпродуктивно. Не хочет Байден в итоге показаться для еврейского избирателя совсем уж антибигой. По поселениям там все понятно. Я просто сейчас уходя из электоральной логики. Опять же, логика простая. Его левое крайнее, ультралевое прогрессивное крыло, у них нет выбора. Им придется голосовать за Байдена все равно. Ну да, или Байден, или Трамп. Вот. Или Кеннеди, который тоже забирает и у того, и у другого. И это как бы не имеет смысла для Байдена. Мы говорим о Байдене. Он и так очень боится проиграть. Поэтому внешне он сделал все, что нужно, чтобы успокоить прогрессивность. Даже воздержался на голосовании Совбезе ООН. Когда дело дойдет до прямого противостояния прям прямого такого конфликта с непоставками вооружений, с продолжением голосования Совбезе ООН. Вместе с теми, кто Израиль не симпатизирует. Я не думаю, что он хочет до этого допустить. И поэтому они будут пытаться, мой прогноз, они будут пытаться найти все-таки общий язык с Биби. То есть ты считаешь, что это был жест? То есть это был жест, это был щелчок по носу Биби. И назад щелчок. Практических последствий как бы. А вот когда дойдет до дела. Да, но не должно. Потому что это в итоге для Байдена в этот год контрпродуктивно. Настолько выйти против еврейского своего собственного голоса, который Байдена многие евреи поддерживают. Либералов много евреев. Увидя Израиль в серьезной неприятной ситуации, многие, даже те, кто голосовал за Байдена, скажут, нет, дорогой мой. Это нам не нравится. И это мы говорим не только про конкретных избирателей, а также про, естественно, вабийские структуры. Естественно, Вашингтон. Там в Госдепе количество евреев очень большое. Они, может, и многие либеральные, но увидеть это не очень хочется. В Вашингтоне, в принципе, очень много евреев на позициях. Ну, там каждый третий еврей там начинает выступление с того, что хоть я еврей, но я считаю Фри Поли Старин. Да, но это пока на уровне разговоров, это одна история. Когда 7 октября все напряглись. Что бы они ни говорили, что бы они ни считали, все напряглись. Подсознательно внутри многие считают это угрозой национальному существованию. Это ведь израильская угроза, это для нас всех угроза. Все это прекрасно понимают. Ну, только идиот не понимает, на мой взгляд, что это для всех проблема. Поэтому я не думаю, что Байден захочет идти прям так против. Зная, что основная масса населения Израиля, которому типа он симпатизирует, поддерживает сейчас Наталья Гу в том, что он делает. Выхода вот здесь нет никакого. Любой план, который расскажет, что можно без войны победить Хамас, то есть не заходя в Рафах, добиться победы, это чушь. Все это прекрасно понимают, опять же, на подсознательном уровне. Поэтому, ну, это можно продавать, как красивую избирательную штуку, но продать ее израильским генералам очень сложно, сомневаясь, что возможно. Поэтому какое-то израильтяне сделают вид, что они сделали все, что могли, чтобы эвакуировать всех, возможно, гражданских, но операция должна быть начата. И как-то Байдену надо слезть с этого дерева. Как, пока не знаю. Упорство ему добра не сделает тоже. Надо идти на какой-то компромисс, на мой взгляд. Я, может, недооцениваю степень упрямства, да, и ощущение того, что я император Рима, я сказал, они должны исполнять. Я могу это недооценивать. Но если я недооцениваю, это плохие новости. Во-первых, потому что тогда получается, что давление продолжится очень сильно, и нет тогда шанса договориться. А во-вторых, это получается, если мы еще и уступим в этой ситуации, то получается, что у нас никогда не было 48-го года, мы никогда не объявляли независимость, мы остаемся протекторатом Рима тогда. Я как на ревьёный человек, знающий иудейскую историю, смотрю. Значит, получается, так оно и есть. Израильская независимость – это фуфло, мыльный пузырь. Ее не было никогда. Мы – протекторат Рима. Если мы все еще протекторат Рима, это вообще тогда другая история. Тогда что мы тут обсуждаем? Тогда надо исполнять приказы. Тогда надо просить американские войска немедленно разместиться у нас. И все, конец истории тогда. Этого этапа, по крайней мере. Понимаешь, это печаль. Он тоже должен понять, что если он отступит немного, то получится, что Израиль несуверенное государство не имеет права обеспечить свою безопасность. Так как считают нужным это делать. Единственным возможным способом – убивать всех, кто с оружием. Кто с оружием должен быть уничтожен. Кто хочет жить – сложи оружие. Другого варианта нет. Но вот не было, понимаешь, Кирилл, не было призыва ни со стороны Соединенных Штатов, ну, не дай бог, со стороны ООН, понятно. Не было ни одного призыва, я, по крайней мере, не слышал, непосредственно обращенного к КАМАЗу с требованием сложить оружие и отпустить зал. Как это было в самом начале? Когда Блинген приехал, он сказал, что капитуляция – очень хороший способ. Но он потом быстро забыл про это. Не забыл. Была пресс-конференция Салливана, где Салливан тоже такое сказал. Это не раз поразмучал. Но, ребят, ну, капитулируйте, как бы, что вам мешает? Ну, совбесы, и ООН, конечно, об этом не говорят, им не до этого. Кирилл, последний вопрос, если позволишь. В США впервые в истории состоится уголовный процесс поддела бывшего президента. Дональд Трап обвиняется в незаконном расходовании средств, собранных на ведение предвыборной кампании. Вот этот вот судебный процесс, который происходит буквально в разгар при выборной кампании. Что это вообще? И чем это может закончиться? То есть это может закончиться тем, что Байдена, простите, Трампа не допустят до выборов? Даже, я же говорил уже, мы же это обсуждали. Если его признают виновным и сажают даже в камеру, это никак не влияет на его нахождение на бюллетене. Конституция страны позволяет даже заключенному баллотироваться. Они надеются таким образом дискредитировать его в глазах неопределившихся избирателей. Чем больше они будут это делать, тем больше неопределившихся избирателей будет хотеть за него проголосовать. Они не выучили главный рок 2016 года. Главный рок 2016 года стоял в том, что когда родители уходят и оставляют мальчика на плейдейт, ребенка, и видят там группу других детей, говорят, с этим не играй, он плохой мальчик, и как только они уходят, эти начинают играть с плохим мальчиком в первую очередь. Это классическая штука в психологии. Психологи меня поймут, они это знают. Нельзя такие вещи обозначать так открыто. То, что они пытаются таким способом его дискредитировать, не допустить, даже если там было что-то, да, и хашмани эти, которые заплатили штормой Дэниел, чтобы она молчала, окей, это невзятка. Председатель Верховного Суда, грубо говоря, да, не говоря где, когда, почему, я думаю, что все меня понимают. Это совсем другая история, да, это не увольненных 6 тысяч сотрудников таможни. Это не, это что-то другое. Этот человек хочет сохранить свою репутацию, да, и он заплатил. Может быть, там ничего и не было, но она могла его шантажировать, и ей дали деньги, чтобы она закрыла рот. Все возможно. Это по-человечески понятно. Это незаконно, это же незаконно. Конечно, незаконно. Если это было, это еще надо доказать. И это, и то, а не просто дали деньги, чтобы она не продолжала это. Может быть, там ничего и не было в принципе еще. Там надо будет много чего доказывать. Это долго, это адвокаты будут работать, а потом еще апелляции. И все равно это затянется. А в принципе это будет работать, я считаю, только на президента. Смотрите, как они меня боятся, ребята, посмотрите, что исполняет эстеблишмент. И Америка все-таки не Пакистан. Это там с Абраном Ханом можно было подобную штуку исполнить. И вот он в тюрьме. С Трампом даже, тем более, если они его закроют. Что беспрецедентно, потому что тогда, как с президентским кандидатом, с ним должна пойти и бывшим президентом в камеру спецслужба. И находиться там с ним постоянно. Да, так говорю. Если его выберут, то непонятно вообще, кто будет подписывать, то есть, как он будет проходить инаугурацию, да? Инаугурацию не знаю, но с момента, он ее должен пройти, значит, тогда будет где-то там. Но с момента инаугурации он себя прощает, выходит на свободу и продолжает успешно работать в Белом доме. То есть, опять же, если неужели они реально готовы опозорить страну так? Я думал, что Израиль чемпион здесь, когда Кацава посадили. Но он не был президентом тогда. Это потому что, ну, он был президентом, когда его обвиняли. Правда, да? Нет, когда, значит, ему инкриминировали эти преступления, когда он был министром туризма. То есть, он не был тогда президентом. То есть, это было до того, как он был президентом. А ему уже инкриминировали, пока он был министром? А как же он избрался президентом, когда против него было? Нет, 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 нет. Это я неправильно, может быть, выразился. Он совершил преступление, пока он был министром. Он совершил преступление, когда был... Понятно. Но обвинения-то ему предъявляли, когда он был уже президентом страны, правильно? Ну, в общем, да, начали. Вот. Это позор уровня запредельного. Конечно. Для страны. То, что они на это пошли, и у меня нет этому никаких оправданий. И неужели Америка тоже... Ну, Израиль, я понимаю, есть немножко аромат банановой республики, я все понимаю. При всем уважении. При всем уважении. Ну, ты понимаешь, почему я это говорю? Конечно. А, ну, Америка же не банановая республика. Что же получается такое? Ну, даже мы же не Пакистан. Прости. Слушай, я почему-то вспомнил, как пытались один раз... Ну, не один раз. Помнишь, пытались подсунуть так сказать свинью Борису Ельцину газета «Република», когда он там дирижировал этим самым, по пьянке дирижировал оркестром, и когда все считали ну, все, вот теперь, вот теперь все, его карьера закончена. И когда делали опрос общественного мнения, все российского, ну, че, нормально, ну... Они вообще не понимают, о чем... Ну, бухну, ну, бухну, ну, это же нормально после там всяких брежневых... Это же наш народный президент. Это же просто было, да. То есть, его рейтинг поскочил там. Вот такой же, как я, конечно. Абсолютно, абсолютно. Я помню из той эпохи только ягодицы Скуратова. А, тоже было интересно. Это смешно было. Там было много интересных моментов. В то время было интересно. Единственный опыт либеральной демократии продолжался недолго. Семь лет. Ну, и то же самое, Ельцин в свое время там это самое искупался в пруду, так сказать. Всякое было. На предоставленной даче там никто не... Не обижайся. Не обижайте, Борис Николаевич, я к нему таким уважением отношусь. Он был великий человек. Несмотря ни на что. Он был великий человек. Он сделал много того, что он должен был сделать. Не сделал того, что должен был тоже. Но то, что он сделал много добра, перевешивает то, что он не сделал. Ну, вот это последнее его действие, когда он себе там приемнички подбирал. Это, конечно, да. Он поступил в тот момент, исходя из национальных интересов государства, правильно. С моей точки зрения. Он поступил правильно. Все остальное уже не его была ответственность. Ему нужно было выбрать человека со стороны. Он это сделал. Относительно со стороны. Так что это был первый мирный, нормальный, спокойный опыт передачи власти в государстве, не монархии. В монархии понятно. А в не монархии это не так-то просто было сделать. Так что осуждать его за это я никак не могу. Это было мужественным поступком. Неважно сейчас. Говорим. Будем надеяться, что мой прогноз относительно налаживания сейчас каких-то экстренных и множественных контактов между американской и израильской администрациями будет тут правильным мой прогноз. Я надеюсь. Очень хочу на это рассчитывать. Мы тоже надеемся. Кирилл, спасибо большое. Кирилл Задов, РУСАИ Радио. Подписывайтесь на канал Кирилла в Ютубе. Там всегда очень и очень интересно. А наша программа подходит к концу. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова